Тематический военный эшелон в рамках акции «Мы, армия страны, мы, армия народа» прибывает на перрон станции «Чита-2». Воинский эшелон начал свое движение в конце апреля и проследует почти через всю страну, от Москвы до Владивостока, делая остановки в 51-м городе. По замыслу организаторов, акция направлена на сплочение общества и противостояние историческим фальсификациям. Встречать тематический поезд прибыли военнослужащие, юноармейцы и первые лица города и края. Дорогие друзья, мы все с вами знаем и с молоком матери, воспитанной на святой истине, что защита для нашего народа и каждого представителя нашей Родины, свобода нашего народа, свобода наших будущих поколений – это наша святая обязанность, святой долг. Сегодня, благодаря усилиям руководства страны, армия укрепляется, оснащается, повышается благополучие и социальная обстановка военнослужащих. В составе эшелона следует 17 вагонов. Каждый вагон поезда имеет индивидуальное оформление и тематику, которые отражают героические страницы истории, а также новейшие достижения вооруженных сил. Бронеавтомобили «Тайфун К», танк Т-90М, межвидовый артиллерийский комплекс «Коалиция СВ». Большой интерес учтинцев вызвали военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики. Бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера». Это американский «Хаммер», модель М11-14, изначально принадлежал правительственным войскам, после чего попал к боевикам. Они пытались его восстановить, то есть кустарным способом наваривали железо и сделать из него так называемый «Шахид-мобиль-автомобиль-смертник». Но доделать не успели, в ходе боев отступили и его бросили. Данный бронеавтомобиль, этот бронеавтомобиль выпускается в странах Ближнего Востока, Объединенных Арабских Эмиратах, также в Египте и Турции. С 2018 года поставляется иностранными государствами, боевикам в Сирии. Именно этот бронеавтомобиль был уничтожен в ходе боя, все боевики были уничтожены и в 2018 году его уже переправили в Москву, в «Фарк Патриот». Отдельный вагон под названием «Победа над невидимым врагом» рассказывает о борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Военные медики демонстрируют уровень оснащения, квалификации и готовности противостоять инфекции. Прямо из вагона действующие врачи проводят видеоконсультацию настоящему пациенту, который находится за тысячи километров от Читы. В вагоне оборудован блок красной зоны СВЛ и всем другим необходимым оборудованием, которые сегодня повсеместно располагаются во всех военных госпиталях. Врачи прямо здесь же проводят тесты на коронавирус. К счастью, за все время следования пока не было ни одного положительного результата. «Во всех практических городах к нам привозят пациентов из военно-медицинских организаций и из посетителей для того, чтобы получить помощь в установлении диагноза, назначении лечения, дальнейшего обследования. Но тем самым мы стараемся и нашим гражданам помочь и популяризировать медицинскую службу». Героические страницы истории представлены в выставке «Дорога памяти». Такой комплекс был построен на подмосковной Кубинге в кратчайшие сроки за полтора года по инициативе Минобороны и на народные средства. Комплекс состоит из двух частей. Музей 1418 шагов по количеству дней войны. В этом же комплексе находится база данных о всех участников Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В этом вагоне подробно рассказывают, как найти информацию о своих родственниках, защищавших Отечество, на сайте «Дорога памяти» Министерства обороны. «Наверняка земляки вашего края заносили данные о своих родственниках, потому что в настоящее время занесено 34 миллиона. Но эта работа продолжается и будет продолжаться, пока последний участник и труженик тыла не попадет на дорогу в памяти. Автоматически они привязаны к архивам Министерства обороны, которые в настоящее время рассекречиваются. В перспективах рассекретить и финскую войну, и пунтскую войну». С концертной программы выступили артисты Центрального дома Российской армии имени Фрунзе. Военно-патриотический концерт прошел он в специально оборудованной платформе сцене. Далее поезд продолжит свое движение по Транссибирской магистрали на запад. Вера Садулина, Анатолий Тюльнев, РТК «За Байкалье».